Гляди, все улыбаются. Твои торты и правда вызывают улыбку на лицах. Всем привет! Вы на канале Ювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить четвертый том на копары. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! То, что один родитель рассказывает о другом, просто идеальный способ поставить все в неловкое положение. Но тем не менее, как я уже говорила, есть люди, которые выступают против твоей бабушки. И они имеют отношение к семье Минадзуки. Сухамо-сан, скорее всего, делает вид, будто не помнит ничего о своей матери, дабы не поссориться с этими личностями. А учитывая характер твоего отца, он умолчивает о своих личных делах. Так что половина моего рассказа является плодом моего воображения. Похоже, мы должны принять это объяснение с долей скептицизма. О боже, господи, Сигуре! Сигуре-чан! Но я уверена в одном. Сейчас Сухамо жалеет о том, что он так и не увидел твою бабушку. Хоть они и разошлись, они от этого не перестали быть родителем и ребенком. Они должны попытаться наладить лучшее отношение друг с другом. В таком случае, я думаю, он должен пойти встретиться с ней прямо сейчас. Но она-то во Франции, в Париже вроде бы. Уверена, бабушка тоже будет довольна. Утраченное время невозможно вернуть. Если бы они встретились сейчас, твоя бабушка, скорее всего, начала бы извиняться перед ним. А это не то, чего хочет Сухамо-сан. Им обоим нужно То развитие событий, Где Бенье была Рядом со своим сыном Сухамо-саном На протяжении всего его детства. Невыбранные пути, Несделанные выборы. Сожаления, которые стали результатом Осознания их серьезности позже. Сожаления. Думаю, если бы они хотели встретиться, Они бы встретились. Может, стоит отправить отца-хозяина В картонной коробке? Думаю, это не лучшая идея. Да, Чокола и Ванила уже делали это. Грузчики забрали коробки с нами с собой И привезли их к новому дому хозяина. Внутри грозовика было пыльно. Они сказали, что Чокола в коробке была тяжелой. Она тогда была просто в ярости. Чоковани, вам повезло, Что Кассио в итоге не переехал во Францию. Если бы вас перевозили на самолете, То у вас было бы куча неприятностей. Вот как? Возможно. Говорят, в грузовом отсеке Температура обычно держится На отметке минус 50 градусов по Цельсию. Вот же пиздоболка мелкая. Ааа, чокола бы замёрзла Ненавижу холод Это только на открытом воздухе и при большой высоте Багажный отсек это отделение, в котором либо обычная температура, либо холод как в холодильнике Но в таком случае вы бы проторщали в тех коробках всё то время, что самолёт находится в воздухе, без возможности посетить уборную Ой, прости, прости Самолёты не вариант Но если отбросить то предложение с картонной коробкой, я считаю, что он должен навестить её, пока у него ещё есть такая возможность Разве это не вопрос гордости? Разве дело в гордости? Разумеется, нет! Даже если бы они сейчас встретились, это бы только усугубило их сожаление Это звучит так грустно Усугубило бы их сожаление Это то, что их сдерживает? Вы, малявки, скорее всего не понимаете это Попробовал бабушку на вкус И потрогал бабушку за сиськи Господи, это ещё хуже оказалось в итоге Ты помог мне вновь собрать разлучённую семью вместе, Косю Тем тортом, который ты приготовил Я объединял семью? Я старший сын в семье японской кондитерской, но я решил стать западным кондитером Вот подумал, что разделил семью, а не наоборот Я надеялась, что рано в сердцах Сухамасана и твоей бабушки Рано или поздно заживут Серьёзно, Косю, спасибо тебе Ты сделал нечто невероятное, братик А, в смысле, ну, я просто делал то, что хотел сделать Только и всего Ого, ты начинаешь говорить прям как Чоковане, Косю Вы делаете это, потому что сами того хотите хозя... Потому что сами того хотите, хозяин Прекрасный ответ Наверное, вы правы И всё же, мне за тобой не угнаться, мам Ты знала, что этот день наступит Ещё с того момента, как ты узнала о том, что меня взяли в ученики А, так вот почему ты помогала братику открыть кондитерскую из-за кулис И причина, по которой ты позволила мне помогать братику в его авантюрах Интересно Как бы то ни было, я молилась, чтобы ни у кого из вас не возникло сожалений, как у бабушки с отцом Я хочу, чтобы вы оба достигли всего желаемого Вы никогда не должны отказываться от того, чем... чем дорожите Да, я размышлял над тем, было ли получение признания от папы верным решением Но я подумал, что это именно то, что мне и нужно И поэтому никогда не сдавался И в результате я чувствую, что повзрослел И в конце концов, это помогло и нашей семье Никогда не отказываться от того, чем дорожишь Ты чем дорожишь, да, хозяин? Для меня дороже всего Чокола А, и хозяин тоже А для меня Пения, наверное А мне дороже всего Мэй-чан Нет, Пения, я сказала Только Пения Хотя, наверное, и черный чай тоже Мэй-чан, Мэй-чан О боже, я просто шучу Вы все мне дороги И ты в том числе, Синамон Мэй-чан, это так трогательно От этого у Синамон потекли шлюни Думаю, меня вполне устраивает такая жизнь, какая она есть Наверное, еще и желание поесть чего-нибудь вкусненького Что мне, дорогая, чего я хочу? А я хочу сделать фотографию А, точно, мы как раз собирались Да, но папаша еще не вернулся Чокола позовет его Если Чокола пошла звать его, то и я тоже Пока-пока Чокола и Ванилла вышли из гостиной Минуточку А он не будет против? Он ведь не разозлится, верно? Уверена, он не будет против Все-таки Чокола-чан и Ванилла-чан для него как внучки В этом есть смысл В конце концов, он не может устоять перед своими же внучками, а? Лично я предпочла бы, чтобы меня называли дочерью Если это возможно Ой, Майчан, ты такая пошлячка С чего бы? Я не сказала ничего пошлого Я тоже хотела бы быть дочерью Да нет, да нет Ты точно годишься во внучки, Нац А, ну у меня взрослый организм Ну знаешь, у тебя мозг ребенка Хе-хе А, тогда ты тоже годишься во внучки, Азуки Ты достаточно, достаточно низкорослая для этого Не называй меня низкорослой Не принимай манчкинов Как что-то само собой разумеющееся дурило Шо? Не-а-а Не ссорьтесь, ладно Оставь их, они просто буянят Он просто помешан на внуках, а? Это напоминает мне то, как мой учитель научила меня всему, что знает Хоть и говорила, что не берет учеников Получается, она выделила для меня комнату Потому что мы были семьей Я подумал, что ее впечатлил Мой энтузиазм, но Полагаю, я просто зазнался О чему ты говоришь, Касю? Речь сейчас идет о матери твоего отца Как ты так говоришь? Я стала уверена в том, как только Откусила кусочек от финансиста Которого Сигура купила мне На вкус нельзя было сказать, что его приготовил кто-то Кто был готов пойти на компромисс или уступить Я не принимаю твою бабушку за человека Который готов научить своим секретам того Кому не хватает решительности, даже если это ее внук Я в этом тоже уверена Она не разрешает мне трогать утварь на кухне Да, наверное, ты права Она никогда не срывалась И не кричала на меня в грубой манере Но я всегда чувствовал, как ее взгляд говорил Берись за ум или собирай вещи Как в отношении меня, так и в отношении самой себя Мой учитель никогда не выбирала любимчиков Лишь потому что я ее внук По сути дела, если бы я узнал, что она моя бабушка То я бы, наверное, стал ждать, когда она успокоится И я бы никогда не научился всему в полной мере Конечно, мне бы хотелось думать, что я не был настолько слабовальным Но все же Не так давно я попытался сделать все сам Но у меня есть учение папы Учение учителя Помощь мамы Поддержка моей младшей сестры И моей кашкодевочки Подбадривающие меня И, наконец, несмотря на то, что мы вечно подались Искренняя забота и уважение моего папы Что мне еще сказать Мне с вами очень повезло Братик Та-да, мы привели отца Мы привели его Чоковани, не могли бы вы научиться все делать вовремя Мяу Пап, мы собираемся фотографироваться Не хочешь вместе с нами? Эм, мы бы были очень признательны Как она, Чан, хочет сделать фотографию Чтобы потом повесить ее у себя в комнате В таком случае Разве не будет лучше? Если я и мое угрюмое лицо Не будут на ней Нет Мы семья, так что На фото должны быть Должна быть Вся семья Сэр Полагаю, ты права Ого, внучки виднее А что в этом плохого? Есть вещи, которые может сделать только внучка Ну, а теперь, отец, пожалуйста, встань вон там И ты тоже, мама Ей Так, прижмитесь друг к другу Прижмитесь Это портретный объектив И угол его обзора не очень широкий Не делай групповый снимок в помещение с увеличительным объективом Но получилось довольно неплохо Думаю, я сделаю себе копию Фуф Планируешь использовать ее как из знаменования своей победы или что-то еще, Косю? Хорошая идея Но сегодня тот день, когда я чувствовал себя самым слабым в своей жизни Я все еще новичок, которому предстоит проделать долгий путь В общем, да Я с нетерпением жду работы с тобой Косю! Ладно, все готово Так, братик, займи позицию, пожалуйста Камера начала издавать несколько коротких сигналов Потом затвор сделал несколько снимков Ура! Спасибо! Я сделаю копию для себя И Чокола тоже, Чокола тоже хочет копию А я не допущу ни одного пустого пространства в своей коллекции Чоколы А я бы хотела... А я бы тоже хотела сделать копию Раз все делают себе копию То, пожалуй, я сделаю ее и для себя И потом я тоже дорожу отношениями Хорошо, я распечатаю ее для всех Так что, пожалуйста, никуда не расходитесь Я скоро вернусь вместе с копиями Ну, как она и Сигура сама? Как-то так Сигура показала, как она-то дисплей камеры Ого, здорово! Братик-то потрясающий! А я? Гляди, все улыбаются Твои торты и правда вызывают улыбку на лицах Да И это все благодаря вам, ребята Костя, продолжай в том же духе Сказав это, папа протянул руку к торту Который оставил на своей тарелке К торту Стоит ли мне заварить чай? Я за... Хозяин Чокола и Ванила хорошо постарались Да Да Да, вы обе хорошие девочки Костя, ты молодец Спасибо На распечатанной фотографии Не видно мои слезы Все чисто Такая уж Сигура Настоящий профессионал Покинув дом Минадзуки Я вернулся в Лес-Алей То сверкающее рождественское дерево, которое мы видели по дороге домой, было красивым У меня... у меня от него аж глаза засверкали Да, не сомневаюсь Учитывая то, что сейчас все еще канун Рождества, главная улица на обратном пути была шумной Я с самого утра работал не покладая рук Я чувствую себя довольно уставшим, но... Моя взволнованность все еще держит надо мной верх Из-за чего мне не хочется спать Я приготовил немного горячего какао и заговорил с щеколой и ванилой Отец и мать были очень довольны, ведь так хозяин? Да, были Я рад, что приложил усилия Я тоже довольна Торт был вкусным Я ценю это Но кое-что было... но кое-что было странным Что же? Ваши торты всегда были вкусными И сегодняшний торт тоже был вкусным, но... Почему ваш отец сегодня дал вам свое одобрение? Потому что сегодня Рождество? Ну, я не могу сказать наверняка Поскольку это личная мысль моего отца, но... Мне кажется, прошлое я думал только о себе Это не правда, хозяин думал о чоколе и остальных тоже Да, но я не мог сосредоточиться на всем том, что касается отца А дальше? Я требовал у отца всякое, не обращая на него внимания Словно умоляющий ребенок Если бы я хотя бы раз попытался поставить себя на его место Я бы понял, каким ужасно неразумным человеком я был Я был воспитан как наследник японской кондитерской Но я решил, что стану западным кондитером И в основном требовал, чтобы он сказал Что все то, что я делаю, получилось хорошо Желание сказать, что твоя еда получилась вкусной Настолько естественно Что ее даже не нужно пробовать Чтобы знать это и не важно, какая она может быть на вкус Мне надо чаще ставить себя на место других Односторонний толчок к вызыванию улыбок у людей на лицах Не несет никакого смысла Односторонний толчок? Ставить себя на место других? Звучит сложно, вы такой умный хозяин Нет, это не так Именно вы и остальные научили меня этому А чокола снова что-то сделала? Поверить не могу, что мы неосознанно изменили мир Я бы не заходил так далеко Но вы, девчата, всегда рассматривали вещи с моей точки зрения Даже в ту ночь, когда мы вернулись в Японию Вы, девчата, приготовили ужин для нас Мисо суп, маринованные овощи и все остальное Хе-хе-хе Хотя это Мэппл Чан предложила такую идею Это я приготовила мисо суп Хвалите меня Я говорю не только о той ночи Я имею в виду и все эти мгновения в прошлом тоже Уверен, вы не всегда добивались успеха Но вы пытались учесть мои чувства По сравнению со всеми вами Я был ребенком, который думал только о себе Получается, чоколы и другие были взрослыми? Да, вы меня всему... Вы все меня многому научили Но даже так, разве вы не должны были высказаться по этому поводу раньше? Хм... Вам еще с самого детства никогда не говорили прямо Хорошо, давайте учитывая чувства других Так... Мяу... Не особо... Но в прямом смысле этого слова вы никогда даже не знаете Что чувствует тот или иной человек Даже если вы попытаетесь принять этого внимания Вы не узнаете правы ли вы или нет Есть много моментов, когда вы думаете, что вы внимательны Но на самом деле вы просто трактуете вещи В удобной для себя форме, верно? Или где вы в итоге вешали на человека бирку Труднопонимаемой Возможность рассматривать вещи с их точки зрения Это не тот навык, который приобретается в практике Это вопрос личности Характера, если вам так удобно О-о-о-о! Я не совсем понимаю То есть в природе не существует ни одного ребенка Которому сказали стать взрослым И он сразу же стал таковым Я считаю, что мне нужно было взросление на психическом уровне И дабы убедиться, что они не помешают в моем путешествии Ни мой учитель, ни даже мой отец Не говорили мне, в чем я нуждался в первую очередь А как он к этому дошёл, вероятно мы узнаем уже в следующий раз Что ж, сегодня на этом всё, всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»